Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует AlexNel7! Добро пожаловать в битву корейского чемпиона против топ-1 СНГ игрока в Старкрафт 2 Legacy of the Void! Это видео называется «Одиссея капитана Блая», потому что мы отправляемся именно на карту Одиссея, и нас ждет интереснейшее приключение с участием украинского зерга Александра Свисюка, он же Эксперт Сблай, 28-летнего прогеймера, который является сильнейшим игроком в мире второго Старкрафта в России, Украине и во всех соседних русскоязычных странах, может быть даже и во всей Восточной Европе, исключая Польшу, ну и его соперником на одном из онлайн-турниров в мире Старкрафта стал корейский чемпион Ким Дэйоб, 25-летний Протос Статс, чемпион Глобал Старкрафт 2 Лиги первого сезона 2017 года. Глобал Старкрафт 2 Лига — это самое престижное соревнование в мире второго Старкрафта, и безусловно, если кореец, а там побеждали только корейцы, становится чемпионом GSL, то он автоматически попадает в когорту сильнейших игроков мира, и поэтому DC капитана Блая обещала стать весьма и весьма непростой, но при этом достаточно увлекательной, особенно учитывая начало игры. Обратите внимание, как украинскому прогеймеру удается обмануть корейца. Статс приехал на разведку, проверил стандартное место расположения второй базы, не увидел здесь абсолютно ничего, и далее проехал проверять другие места. Место для постановки третьей, на всякий случай и локацию с золотыми минералами, потому что именно там многие зерги часто ставят базы побыстрее, руководствуясь соблазном добывать как можно больше минералов в начале игры. Но в итоге-то хэтчери Блая была именно здесь, именно здесь он ставил вторую базу, на локации, которую Статс не ожидал и проверил слишком поздно. Как следствие, кореец был вынужден достаточно сильно изменить свою стратегию, и изначально он также планировал побыстрее поставить вторую базу, но вместо этого ему пришлось активно развивать технологии, для того, чтобы подстроиться под потенциально агрессивный билд соперника, ведь, опять-таки, Протас не знал наверняка, чем именно занимается украинский прогеймер, и был вынужден играть максимально универсальным способом, для того, чтобы в случае чего быть готовым к какой-то агрессии от зерга. Но, разумеется, в итоге вторая база пошла, и помимо второй базы пошло очень интересное здание в другой части карты, Прокси Старгейт. Старгейт, который был поставлен не где-то на базе у Протаса, а который был поставлен прямо рядом с базами зерга, для того, чтобы максимально сократить расстояние, которое будет необходимо пролететь первым оракулом, для того, чтобы нанести экономический урон сопернику. Кроме того, Статс, мы видим, напрягает Блая первым зилотом, и этот зилот очень агрессивно себя ведет, очень хочет подраться, очень хочет здесь нанести какой-то урон Блаю, но в итоге Блай, потеряв только одну собачку, с честью выходит из этого испытания, пока что все-таки довольно простого, и тут же дома ставит Эволюшн. Зачем он это делает? Для того, чтобы далее осуществлять высадку войск непосредственно на главную базу соперника. Здесь у корейца традиционно хорошая, качественная стенка, которую закрывает вот этот адепт, и тут, конечно же, собачки Блая не пройдут, не пробегут или не проплывут, если уж продолжать наши одиссейные темы, но зато они могут перелететь при помощи этого оверлорда, и Статс пока что о задумке соперника не знает абсолютно ничего. Но и сам Блай не знает ничего о задумке корейца, потому что он не видел этот Старгейт, и он не знает о том, что Оракулы уже готовы вырываться на его абсолютно незащищенную главную базу. Таким образом, уже в начале игры соперники могут обменяться очень жесткими ударами по экономике соперника, и первым свой удар наносит именно Статс. Никакой обороны на главной базе у Блая нет, теряется огромное количество рабочих, и этот Оракул продолжает свой сезон охоты. 8 дронов, 9 дронов, 10 дронов, 11 может быть? Нет, 11-го не успевает забрать этот Оракул, ну а здесь в это время Блай начинает свою атаку, и посмотрите, что происходит. Собаки высаживаются здесь, собаки высаживаются здесь просто по всем базам. Статса происходит полный собачий беспредел, и Статс пытается вывести рабов для того, чтобы не дать зерлингам пробежать, но уже слишком поздно. Зерлинги пробегают, здесь к ним присоединяется подкрепление, адепты Статса оказались в ужасном положении, их окружили и съели, и собаки готовы вгрызаться в пробок Статса в минеральной линии. Кореец пока что защищается на своей главной базе, но Аблай просто пробегает вниз, спускается для того, чтобы прогрызть путь для подкрепления, и мы видим просто гигантское количество зерлингов. При этом у Блая дома всего лишь 12 дронов, и понятно, что ему нужно уничтожать соперника этой атакой, ему нужно уничтожать абсолютно все. Статс, что будет делать? Смотрите, какое интересное решение. Кризисный менеджмент в исполнении корейского чемпиона GSL. Он просто увел всех рабочих на один кристалл при помощи приема Минерал Волк, и пытается таким образом отбиваться от собак. Посмотрите, он почти не теряет рабочих. Он почти не теряет рабочих, и при этом наносит довольно много урона этим зерлингам. Кроме того, возвращается Оракул, и именно он становится здесь спасителем, потому что рано или поздно, конечно, эта оборона рухнула бы. При этом для того, чтобы исполнять подобные микроприемы, корейцу требуется очень высокий АПМ. Посмотрите, как много действий в минуту совершают игроки. Примерно 300-400 действий в минуту и от Зерга, и от Протоса. И действительно, темп игры сейчас очень высокий. Блай по-прежнему пытается найти способ закончить эту игру прямо сейчас, но Статс очень ловко отбивается при помощи Минерал Волк, и его пробки отказываются принимать бой в чистом поле, что, естественно, является абсолютно правильным решением. Блай вынужден отступить. В воздухе у Статса все больше и больше Оракулов. Один находится дома в Минеральной линии, остальные пытаются прикрыть постановку стенки, что, безусловно, сделать достаточно непросто, но в итоге удается Статсу стабилизировать ситуацию и снова начинать добычу ресурсов, снова возвращаться к более-менее полноценной игре. У Блай сейчас 23 рабочих на 21, и сейчас мы видим, что Блай впервые за долгое время вышел вперед по добыче ресурсов. В остальное время очень здорово шли в этом компоненте дела именно у корейца. Здесь также призывается Зилот в стенку, но мы помним, что у Блай есть способ эту стенку облететь, и он этим способом попытается воспользоваться. В свою очередь, что делает Статс? Статс распределяет своих Оракулов. Два полетели харасить на базы Блая, два возвращаются домой для того, чтобы помочь отбиться от этого дропа, и сейчас именно от них зависит то, как много потеряет Статс. Статс теряет минимум рабочих, в это же время и Блай отделывается потерей четырех дронов, так что игроки наносят друг другу примерно одинаковый урон, и ситуация по добыче ресурсов несколько выравнивается, но она по-прежнему немного в пользу украинского Зерга. Какой дальше план у Протаса? Потому что у него в воздухе много Оракулов, должно же быть какое-то продолжение. Пока мы видим, что призывается еще пара адептов. Здесь Зерглинги Блая пытаются найти возможность снова нанести урон по экономике, и получается очень даже здорово, минус 8 пробок. Ситуация для Статса становится, ну, не то чтобы безнадежной, но очень сложной, потому что рабочие продолжают теряться, и 38 на 22 сейчас преимущество Блая по притоку ресурсов уже двукратное, и это очень серьезно. Кроме того, там делаются новые дроны, и действительно по экономике украинский Зерг сейчас чувствует себя просто великолепно, но он, к сожалению, до сих пор не знает, где именно находится Старгейт соперника, он четко знает, что его нет где-то на главных базах, но у него нет возможности оббежать всю карту и посмотреть, где же конкретно находится это здание, поэтому недостаточной информации сейчас у Блая для того, чтобы полностью идентифицировать, во что идет соперник, ведь Статс просто продолжает использовать этот прокси Старгейт и копить оракулов, их 4 на карте, и вот они все находятся примерно в одном месте, судя по всему, Статс будет ждать пятого, и кроме того, он призывает двух зилотов на этот прокси Пилон для того, чтобы продолжить Харас баз соперника, здесь Статс пробивает собственную стенку для того, чтобы потихонечку выходить на новые базы, все-таки он перекрывался наглухо, и это было в целом абсолютно правильным решением, ну а здесь оракулы прилетают и смело нападают на паровую колонию, очень быстро уничтожая ее и заставляя Блая отвезти всех рабов с главной базы, кроме того, после этого оракулы набрасываются на королеву, и королева все-таки погибает, но это минус 2 оракула, впрочем, и сам Блай в это время несет очень серьезные потери, 14 дронов уничтожено, кроме того, эти зилоты продолжают наносить урон на третьей базе, они пытаются спилить справовую колонию для того, чтобы оборона от оракулов была менее прочной, оракулы снова прилетают, минус 1 королева, и минус 2 королева, да, все-таки смог уничтожить ее Статс, и кроме того, Статс сохранил всех своих оракулов, которые прогоняют зерлингов, и ситуация, которая буквально только что была у Блая абсолютно выигрышной, становится резко проигрышной, потому что сейчас у Блая уже меньше добычи, чем у соперника, причем достаточно существенно, с учетом того, как много газа добывает кореец, ну и кроме того, Блай просто не может стабилизировать ситуацию на своей третьей базе, из-за того, что здесь нет споры, но сейчас вроде бы ему удается окружить зилотов соперника зерлингами, королевы собираются в кучку, и немного прогоняют оракулов, но дома в это время у Статса ставятся еще 2 строги, и та, что безусловно позволит ему существенно увеличить количество боевых единиц в лице оракулов, ну, может быть, и Фениксов, и Войдреев там по ситуации на поле боя. Что касается Блая, то он, конечно же, должен восстанавливать популяцию рабочих, и снова вроде бы ситуация по экономике становится для него более-менее нормальной, ставится гидролизг Дэн, кроме того, Блай пытается контратаковать протаса и не дать выйти ему на третью базу, это сделать достаточно сложно, потому что если эти оракулы вернутся, то они очень легко отобьются, но сейчас оракулы снова идут вперед, они не хотят возвращаться, они хотят наносить урон экономике соперника, и Блай вновь теряет очень большое количество рабочих, кроме того, под ударом оказалась его королева, в это же время протас отбил свою третью базу, поэтому у Блая вновь тяжелейшее положение, и третья база снова под ударом, посмотрите, как быстро меняется ход событий в этой игре, как стремительно обмениваются с серьезными ударами по экономике соперника зерга протас, сейчас снова на пол корпуса впереди именно статс, за счет того, что его третья база практически готова, в то время как третья база зерга не добывает, Блай пытается выбить этот прокси старгейт, но действительно это сделать достаточно сложно голыми зерлингами, потому что все-таки здесь большое количество оракулов, и им совсем не сложно прикрывать этот старгейт от поползновений зерга, вот здесь уже все в полном порядке, устатся, третья база работает, пытается контратаковать ее Блай, новое забегание зерлингов, здесь очень много незащищенных рабочих, которые точно таким же способом пытаются спастись, с помощью минерала Уолка на один минеральный кристалл, и в итоге Блай вновь принимает решение отступить, в это время он все-таки выбивает сопернику прокси старгейт, ну или точнее он обесточил старгейт таким образом, там не могут пока что строиться новые оракулы, но главная проблема Блая заключается в том, что добыча у него все-таки достаточно слабая, и сейчас нет никакого преимущества над соперником, более того, оракулы нападают на Гидролисков, но возможно это не лучшее сражение для Протаса, Блай заставляет соперника развернуться, но перед тем, как окончательно уйти, нет, не добивает все-таки хэтчери соперника Статс, очень странное решение со стороны корейского Протаса, он был очень близок к тому, чтобы добить эту хэтчерину, в итоге он не стал этого делать, и у Блая вроде бы визуально оказываются целых 4 базы, но, конечно, пока у него просто нет достаточного количества рабочих, для того, чтобы на всех этих базах стабильно добывать, в это же время здесь очередное забегание зергангов на третью базу Статса, но корейский Протас успешно справился с этим забеганием, дома идет наконец-то переход в другие технологии, да, по-прежнему работают два старгейта, по-прежнему они производят новых оракулов, но далее все-таки корейцы собираются переходить и в другой состав армии, более универсальный, оракулы прилетают на новую базу Блая, но пока не рискуют здесь принимать сражения, зато они не дают Блаю поставить базу на золоте, конечно, база на золоте это сейчас очень лакомый кусочек для обоих игроков, но пока и Блаю, и Статсу придется немного подождать, тем не менее, Статс ставит базу на золоте, Статс ставит Нексус на этой позиции, которую пока не дает занять сопернику, Блая пока что не готов апгрейд, который повышает скорость перемещения гидролизка вне слизи, поэтому видите, как они медленно-медленно ползут вперед, и, к сожалению, не слишком медлительны, поэтому пока что оракулам удается не дать Блаю занять базу на золоте, вот эта локация, конечно, у Блая что есть, что нет, от нее не слишком много толку, посмотрите, что придумал Блай, он вспомнил про оверлорда, который, который, собственно, высаживал зерлинговый, то ли пробежал, то ли вообще высадился прямо на главной базе соперника, но Статс в это время прилетел как раз на ту самую хэтчери и добил ее вместе с несколькими рабочими, кроме того, здесь уничтожается справая колония на мейне, и у Блая снова начинаются гигантские проблемы, игра через большое количество оракулов, это крайне универсальный вариант для Протоса, зергу всегда очень сложно предугадать, откуда пойдет угроза, откуда Протос будет нападать, и, как следствие, очень сложно к этому подготовиться, поэтому за игру, вы видите, Блай потерял 46 рабов, ну и сам уничтожил сопернику 52, очень контактная игра, очень агрессивная, и мы видим, в целом по потерянным ресурсам лидирует Протос, но, с другой стороны, зеркай немного больше добыл, но сейчас у него снова большие проблемы с добычей, оракулы возвращаются, здесь еще нет споровой колонии, и Статс проверяет, что вроде бы армии соперника нигде нет поблизости, тут же включает всех своих оракулов и уничтожает главную базу Блая полностью, Блай принимает решение пойти вперед и уже не возвращаться домой, нападает прямиком на пилоны Верчаджа, здесь неплохой бастион у Протоса, новые оракулы и пилоны, Блай вынужден немного подождать и перегруппироваться, здесь оракулы просто без маны, у них закончилась мана, с помощью которой они и наносят урон, и поэтому сейчас они вынуждены будут улететь домой, восстанавливать единицы энергии, и только после этого они снова будут готовы немножечко повоевать, Статс делает призыв Чардж Зилотов, юнитов, которые как раз и призваны сделать его состава армии более универсальным и более эффективным против Гидролийсков, но тут же ответ от Блая это Морф Бейнлингов, сколько на карте сейчас юнитов? 39 Гидролийсков, 15 оракулов, но при этом большое количество Чардж Зилотов и лимиты равны, что в принципе расценивается как ситуация в пользу Протоса, равный лимит, как правило, на руку именно игроку этой расы, особенно когда речь идет об игре через масс воздух, через масс оракулов, и поэтому Статс все еще чувствует себя очень здорово, у него ставится новая база в правом верхнем углу, Блай о ней знает, но туда нападать крайне неудобно, и Блай предпочитает вот такое нападение, лобовое столкновение, но тяжело на это решиться, я думаю, что Блай трезво оценивает свои силы, и понимает, что в случае неудачного сражения его ждет абсолютная фиаско, потому что экономика Блай сейчас переживает не самые лучшие времена, мы видим, что в последнее время график инкома так существенно посинел, и это означает, что больше ресурсов добывал именно Статс, тем не менее у Блай есть база на золоте, безусловно, это очень надежное экономическое подспорье для украинского зерга, кроме того, очень эффективная контратака, но сюда делается рекол, сюда телепортируется мазершип, включает пилон, тут же бросаются призванные на поле боя чарт зилоты, и Статс наносит сопернику удар одновременно на двух фронтах, он очень здорово отбивается в правом верхнем углу, он прилетает на главную базу Блая и уничтожает ее, и кроме того, в это время он нападает наземным войском на главную локацию Блая, на главную его экономическую ценность, база на золоте уничтожена, и ситуация для украинского зерга резко становится катастрофической, вроде бы только что все было в полном порядке, сейчас минус 40 лимита, нет главной добывающей базы, и, конечно же, ситуация по экономике также резко меняется в пользу протасов, полтора раза больше минералов, и столько же газа добывает Статс, и это, безусловно, очень сильно в пользу корейца, тем не менее, Блай принимает очень оригинальное решение, оставшись буквально на полутора базах, практически не имея нормальной минеральной добычи, Блай делает инвестицию в 15 муталисков, он делает резкий переход в воздух, пользуясь тем, что оракулы по воздуху не стреляют, и да, с одной стороны, там уже есть большое количество архонов и темплеров, которые своими штормами могут убивать муталисков, но пока Статс не знает об этом переходе, у Блая есть возможность реализовать муталисков, и есть возможность в одном решительном сражении одержать победу, и после этого попытаться развить ее в победу во всей игре, вот сейчас Блай прекрасно видит, где находится воздушное войско соперника, Статс по-прежнему ничего не знает о муталисках, и тут откуда ни возьмись, муталиски пытаются ворваться, мчаться на перехват оракулом, но их скорость все-таки недостаточно высока, и Статс сможет уйти, он сможет объединиться со своим основным войском, и сейчас попытаться дать бой, армии Саппла абсолютно равны, но при этом у Статса есть шторм, который может решить судьбу сражения в его пользу, он достаточно поздно включает оракулы, воракулы толком не были включены, и Статса дает большую часть своей воздушной армии просто так, здесь более нет штормов, есть только 4 архона, пара адептов и сентри, этого недостаточно, и муталиски врываются на поле боя, и очень здорово проявляют себя, не давая возможности эффективно размениваться Протосу, и занимать выгодную позицию в борьбе против наземного войска, и именно это в итоге играет решающую роль в этом сражении, GG, и именно Блай выходит победителем, из почти 20-минутной Одиссеи, из почти 20-минутной напряженнейшей схватки, в матч-эпе Зерга и Протоса, и одерживает победу над корейским чемпионом Global StarCraft 2 Лиги, благодаря очень оригинальному стилю игры, очень агрессивное начало, не менее агрессивное продолжение, Блай удавалось держать в напряжении, сразу несколько баз соперника, и самое главное, украинский Зерг не растерялся в ситуации, когда Статс нанес ему очень серьезный экономический урон, в ситуации, когда казалось, что никаких серьезных перспектив на продолжение игры уже нет и быть не может, Блай все равно собрался, Блай все равно показал себя, и сумел очень удачно перестроиться в воздушный состав армии, что и принесло ему в итоге победу. Это было Alex007, подписывайтесь на мой YouTube канал, впереди очень много интересного контента в мире второго StarCraft, и обязательно приходите к нам на Twitch.tv StarLadderSkDwar.ru в субботу и воскресенье, потому что Блай и все остальные топовые игроки СНГ будут принимать участие в нашем главном турнире для русскоязычных StarCraft'еров Ultimate Series. До новых встреч, всем пока и удачи, услышимся!